Субботний вечер для многих повод расслабиться. Нередко с помощью горячительных напитков. Законом не запрещено. А вот садиться за руль в таком состоянии нельзя. Дорожные полицейские внимательно следят за этим. Особенно в выходные дни. В ночь на воскресенье инспекторы ДПС провели массовый рейд. На улице Суворова в районе ТЭЦ-2 останавливали подряд все легковые автомобили. Подобные масштабные акции проходят уже шестой год. За это время они доказали свою эффективность. За 10 месяцев в этом году ни одной пьяной аварии с летальным исходом. В городе Иваново было зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвых водителей, в результате которых получили травмы тела 45 человек, погибших не зафиксировано. Таким образом, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 32% по количеству ДТП и порядка 30% по количеству пострадавших. Но даже одна авария способна перечеркнуть год работы и оптимистичную статистику. Все хорошо помнят, как в ноябре в ДТП на станкостроителей из-за алкоголя погибли трое пассажиров легковушки. К счастью, подобные случаи теперь редкость. Риск лишиться водительского удостоверения, а уж тем более жизни, будучи на веселе, заставляет воздержаться от использования личного транспорта. Это может быть не только опасно, но и также они могут стать виновниками дорожно-транспортных происшествий. То есть, благодаря таким мероприятиям, а также профилактике через средства массовой информации, естественно, мы доводим до водителей об опасности такого поведения. Для проведения массового рейда улицу Суворова выбрана не случайно. Казалось бы, скопление пьяных водителей должно быть у баров и ресторанов. Но зачастую это не так. По сайс-экипажей ДПС нарушители выбирают наиболее укромные маршруты. Добрый вечер. А что такое? У нас своя проверка. Говорите, мы в безустоянии. Самочувствие нормально, все поднешно. Делайте, пожалуйста. Не надо, надо. Нет, это не надо. Все хорошо. Все, счастливый пути. В большинстве случаев водителям желали удачного пути и отпускали. Были, правда, и нарушители. По требованию инспектора, молодой человек самостоятельно снял тонировку. Еще один нарушитель не выполнил требования инспектора и не остановился. Погоня в лучших традициях кинематографа. Не обошлось, к сожалению, и без нарушений посерьезней. Этот молодой человек вызвал у инспектора подозрения. Причем не только из-за забытых дома документов. На предложение пройти тест на алкоголь согласился. Показания в норме. Несмотря на это, нервного водителя отправили на токсикологическую экспертизу. За два часа, что наша съемочная группа провела вместе с сотрудниками ГИБДД, все же задержали одного нетрезвого водителя. В его крови обнаружили 0,54 промилле. Это эквивалентно 2 литрам пенного напитка. Допустимая погрешность прибора 0,16 промилле. То есть, если, соответственно, выше показатель, то в данном случае водитель признается нетрезвым. Эвакуатор отправит автомобиль Hyundai на штрафстоянку. А сам горе-шофер получит 30 тысяч рублей штрафа. И на полтора-два года лишится права управлять транспортным средством. Всего же за уикенд в областном центре поймали 6 нетрезвых автолюбителей. Их количество, по данным дорожного ведомства, неукоснительно снижается. Конечно, говорить о полной победе над проблемой не приходится. Надеяться на авось выпив лишнего нельзя. Ведь цена за пьяную езду может быть слишком высока. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.